Владимира Фёдоровича в 43-м 16-летнем призвали в армию и сразу на фронт. Это время крутого поворота хода войны. Сталинградская битва, свидетелем которой стал рядовой Зайцев. Наша часть располагалась на окраине города Бекетовка, в землянках. Потом со Сталинграда нас перебросили в Румынию. Из Румынии, в Венгрии, с Венгрии, в Чехословакию, в Болгарию, с Болгарией в Австрию. И на границе Германии я встретил конец войны. Сейчас Владимиру Фёдоровичу 90. В преддверии праздника Дня Победы представители городской администрации пришли не просто его поздравить, а вместе с ним порадоваться. Ветеран давно мечтал о застеклённом балконе. После обращения ветерана был обустроен балкон. И не только остекление, но и комплексное обустройство этого помещения. Оказать помощь ветерану вызвалась компания металлических конструкций «Алюпорт». Конечно, когда мы приехали уже на объект, посмотрели, в каком состоянии находится этот балкон, сразу согласились помочь, потому что балкон не был остеклён. С верхних этажей сюда попадал мусор. Зимой не скопливался снег, после дождя собиралась вода. Кроме остекления балкона была сделана внутренняя отделка. Тёплый пол с ковром, покрытием. Теперь Владимир Фёдорович всегда сможет в любую погоду дышать свежим воздухом. На улицу-то он практически не выходит. Я же очень рад и доволен. У нас ещё под старость лет так вот ходит. Вот такой балкон был и снег, и дождь там. И всё, я во время её не застегнил, а потом ещё и сердечко шалит. Думаю, сейчас закроется. И тут и так бетонные эти стены, да ещё и этот балкон закроется. А это какая прелесть, окон-то открывается. Лис балкона ветерана на берёзовый лесок. Увидеть всё это, вдохнуть свежего воздуха, кажется, как мало человеку надо. Но это счастье. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышёва. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...